Магнилогорская времечка В основном мы будем с ней для вас работать Одно из определений справедливости Это когда каждый получает по заслугам за свои действия Когда она торжествует, все в порядке Во всяком случае для тех, кто ее добивается В ином случае среди последних растет недовольство Наши люди не жестокие, но за справедливость Так было всегда Да, в народную программу часто поступают обращения Именно в связи с той или иной несправедливостью Ну вот, например, Алексей Павлович на этой неделе позвонил И рассказал, что хозяйка расположенного в его доме магазина Уничтожила все растущие рядом деревья А взамен посадила одну веточку, как выразился Алексей Павлович Да и та засохла сразу же Где, спрашивается, справедливость? Наш первый сюжет снят тоже по вашей просьбе Подробности далее А вам, уважаемые телезрители, мы предлагаем сегодня ответить на вопрос С какой несправедливостью столкнулись вы? Названивайтесь по телефону 24 55 11 С вашими звонками эфир всегда получается интереснее Возможно, именно наше вмешательство как-то разрулит вашу ситуацию Давайте проведем это времечко вместе Вика Дудкина отсчитывает дни до начала своего первого учебного года Девочка уже познакомилась со своей первой учительницей И уверена, в школе ей понравится И она сможет забыть неприятные воспоминания из детского сада Вика долго молчала Я ей задала вопрос, скажу, Вика у нас с Варей перейдет в другую группу Я не хочу, чтобы с ней что-то случилось, потому что она у нас плохо разговаривает Она нам не расскажет всю правду И все, и как бы Вика нам в слезах все рассказала Опасения родителей подтвердились Но говорить, воспитанники детского сада номер 5 начали лишь спустя несколько месяцев Она сказала нам, если скажете взрослым, я вам делаю так же Надежда Владимировна Никиту Ну, он разбесился И они пришли Она его отвела, это в спальню Столкнула Косяк А потом Взяла зашила Зашила на этом И потащила, и дала по попе Не раздумывая, родители начали действовать У нас два суда было Один суд мы выиграли Второй мы выиграли Районный суд Вот у нас апелляционное постановление И дети давали показания все И психолог у нас был на суде С педагогом Они, психолог сказал заключение о том, что Дети не врут, они говорят правду Дети-то пережили Родители не сомневались Воспитательницу Незамедлительно уволят Но не тут-то было Суд прошел И заведующая говорит, что 6 сентября Она опять выходит на работу А почему у нас решение суда не выполняется? Ребенок сейчас практически не ходит в садик Как подходит к садику Она А Надежды Вадимовны не будет? Не будет? Не будет? Не будет? Пошли, пошли, заходит, смотрит Ставить точку в этой неприятной истории еще рано Комментирует заведующая детским садом На данный момент судебные споры продолжаются У меня есть решение суда двух инстанций При этом подана апелляционная жалоба Суд третьей инстанции Челябинский областной суд Как сложится ситуация завтра, я не знаю На сегодняшний момент воспитатель Родички Надежды Вадимовны в детском саду не работает Так как находится в очередном отпуске Алла Николаевна не исключает, что ее сотрудница может быть оправдана Если же нет, и суд вновь оставит решение в силе То воспитательницу ждет увольнение Так как этот работник не просто работает с детьми А он еще является педагогом То к нему предъявляются дополнительные требования То есть, согласно статье 331 Трудового кодекса Нельзя иметь неснятую и непогашенную судимость Работая в дошкольном образовательном учреждении Нам с вами, друзья, остается надеяться Что справедливые, на наш взгляд, требования Родителей об увольнении воспитательницы Бьющие детей в детском садике Будут удовлетворены Времечко в прямом эфире Сегодня спрашиваем, с какой несправедливостью Вы столкнулись И Ольга Николаевна до нас дозвонилась Здравствуйте Здравствуйте Ольга Николаевна, ну расскажите вашу историю Понимаете, я столкнулась с несчастьем Я рано похоронила своего мужа Это было в 2010 году В то время я вообще ничего не помнила И мне говорят, что он же сенсионных Он деньги высчитывал, откладывал Должны себе их отдать Когда я обратилась Мне сказали, что время и стекло Теперь надо подавать в суд Хорошо, назначили в суд И я пришла И знаете, у меня было такое впечатление Будто меня судят Вот Их Они мутузили 4 месяца А потом Сделали вывод, что Надо отказать И отказали Чем мотивировали отказ Вы уже сейчас и не припомните, да? Нет, не помню И помнить не хочу И пусть Пусть это будет на их совести Но у меня такая боль осталась И вот это неприятное А обжаловать решение суда Вы не хотели И не обжаловать? Нет, нет, не хочу Нет, нет Понятно Хорошо, Ольга Николаевна Спасибо вам за вашу историю Идем дальше Продолжаем программу Журналисты телекомпании ТВН Еще раз убедились Насколько беспомощен может быть человек Перед стеной чиновничьего равнодушия И бездействия В редакцию новостей Обратилась молодая женщина Почти год назад Она и отец ее ребенка Через суд Определяли место жительства Новорожденного ребенка Да, и суд постановил ребенку жить с матерью Несогласный с таким решением Отец силой забрал ребенка И вот уже 8 месяцев Мать не видит сына Ни полиция Ни судебные приставы Ни органы опеки Не сделали ни одного Мало-мальски Действенного шага Чтобы помочь молодой матери О том, с какой пустотой В душе живет человек Которому неоткуда ждать помощи В нашем сюжете Каждый раз, когда я прихожу домой Вижу пустую кроватку Это неуносимо, больно И очень тяжело Марк, сын Регины и Алексея Появился на свет в феврале 2014 года Его родители к тому времени Жили порознь Спустя 2 месяца после рождения Марка Отец решил, что малыш должен жить с ним И обратился в суд Для определения места жительства ребенка Суд вынес постановление На ребенку жить с матерью Казалось бы, вопрос решился Но не тут-то было Однажды малыш заболел И мать, оставив его с тетей Пошла в аптеку за лекарствами Вернулась домой У меня тетя в истерике, плачет Он, говорит, зашел, говорит, со свекровкой Можно сказать, вырвал силой дверь Потом прошли вот в эту вот комнату Комнату дяди И, то есть, выхватили ребенка с рук Засунули его в комбинзон То есть, в том, что он был То есть, полураздетого Засунули в комбинзон И вывезли Тут же я приезжаю У меня ребенка нет У меня шок, паника Я к нему в квартиру Приезжают Мне уже двери не открывают Перед закрытой дверью Регина почти прожила 8 месяцев За это время она написала кучу заявлений В полицию, в органы опеки, в службу судебных приставов Но никакой действенной помощи девушка-сирота не получила Регина поняла, тяжбы могут тянуться годами А она так и не увидит сына Тогда женщина пришла в телекомпанию ТВИн Мы, журналисты, были просто поражены Как так? Имея на руках два судебных решения Человек, по сути, оказался беспомощным Девушка 8 месяцев не видела своего ребенка И мы провели собственное расследование Мы съездили к Регине в гости Посмотрели, как она живет Познакомились и поговорили с ее соседями Те, как один, отзывались о молодой матери Как о вежливой, аккуратной и спокойной девушке Но самое главное Мы видели, что Регине нужна действенная помощь И мы познакомили ее с заместителем Председателя общественной палаты Магнитогорска Станиславом Марайкиным И дело с мертвой точки струнулось Более того, события стали развиваться стремительно В данном случае нас больше всего удивило Что в декабре ребенок фактически был похищен из дома На дворе август И никакие службы не предприняли действия По разрешению данной ситуации И вот, наконец, полиция стала действовать С ее помощью Регина смогла забрать своего малыша Сегодня я счастлива Я очень благодарю всех тех, кто у меня помог В этом, то есть органы полиции Это, безусловно, программа ТВИ Я очень благодарна, что я к вам обратилась Вы моментально среагировали Я просто счастлива Я очень счастлива, что забрала своего малыша Разумеется, это не конец истории Впереди у Регины еще множество судебных разбирательств Но теперь у нее есть друзья и помощники А самое главное С ней ее любимый малыш Восторжествовала справедливость Продолжаем программу Сегодня спрашиваем вас С какой несправедливостью вы столкнулись И до нас дозвонилась Ольга Здравствуйте Ольга, здравствуйте Здравствуйте Рассказывайте, Ольга Да, мы столкнулись с такой несправедливостью Мы проживаем по адресу Тургенева 2 Это остановка дворец Портостроитель Девятиэтажки И, в общем-то, вот недавно Недели две назад У нас снесли пристройку к дому Которая защищала дом от ветра От дождя вообще, да, от холода Причем убрали ее самовольно Решение, как нам сказали в домоуправлении Приняла старшая по дому Ей чем-то помешала эта пристройка Кто это сделал? Чем помешала постройка? То есть, как мотивирует? Чем? Что говорят? Особо мы не слышали никаких аргументов Дело в том, что сейчас Уже для нашего дома Груда мусора, щебня Зияет дыра Потому что там была бетонная пристройка Все эти перекрытия убрали Ничего, никакие работы не проводятся То есть, как после бомбежки Такое ощущение Подходишь к дому Мало того, что у вас Не спросил никто, да? И еще и не убирают оттуда Да, нас просто поставили в известность Да, то есть, повесили объявление на доме Что будьте внимательны Там вот 19 сентября Будет убираться пристройка дома То есть, вот эти бетонные перекрытия Причем позвонили в домоуправление Спросили вот на вырученные средства Они ведь продали это все, да То есть, как-то будет реконструироваться дом Или что будет делаться Сказали, что у вас большая задолженность У всех жильцов по дому Между тем, как мы исправно платим За коммунальные услуги И мы тут при чем И вам сделают обычный металлический козырек Над входной дверью То есть, и все Да Хороший выход люди нашли Свяжемся с вами обязательно еще, Ольга В понедельник Спасибо вам за звонок Спасибо Расскажем еще о ваших звонках, уважаемые телезрители Мужчина, фамилии называть не будем, сообщил Что в школе, в которой учится его ребенок Требует деньги на обустройство класса И территории школы В одном случае Это сумма 5000 рублей на замену оконных рам А нынче надо сдать пару тысяч на строительство беседки И установку скамеек Да, нашему телезрителю кажется это несправедливым Как минимум Законность таких поборов А именно так она выразилась Вызывает сомнения и у Валентины Федоровны В ее школе тоже требуют сдать деньги на замену окон Только чуть меньше Не 5000, а 2000 рублей В понедельник у нас в студии будет отвечать на ваши вопросы Начальник управления образования Александр Викторович Хохлов Вот, так что не пропустите Сейчас мы уходим на короткую рекламу После которой вы узнаете, насколько коварным бывает озеро Соленое в ветреную погоду Магнитогорская времечка продолжает свою работу в прямом эфире Телефон студии 24 55 11 Сегодня спрашиваем у вас С какой несправедливостью столкнулись вы? И до нас дозвонился... Дозвонилась до нас Людмила Павловна Людмила Павловна, здравствуйте Здравствуйте Ну рассказывайте, с какой же несправедливостью вы столкнулись? У нас во дворе была отличная хоккейная коробка Дети играли в шоккей, заливали Тут, значит, столбы, повесили лампы, все освещалось Просто атмосфера притяжения была в это время Сейчас разрушили коробку, не заливается И, в общем-то, несправедливо обидели наших девушек Людмила Павловна, скажите, пожалуйста, какой адрес у вас? Алиулина 27 Напротив этого дома По дворе коробка А вы говорите, вот сейчас разрушили А что? То есть, наверняка не сейчас Сколько лет она в таком состоянии? Ну, да уж года три, наверное Там что, поломано ограждение, да? Что, покрытие асфальтовое? Тут же заборчик деревянный Его пол разрушили И не заливают хоккейную коробку Летом сейчас играли дети в футбол Но там столько бутылок, что они падая, разливают себе Да, получается, что некому за ней ухаживать Скажите, пожалуйста, Людмила Павловна Ну, вы, допустим, как-то обращались к кому-нибудь? Может, в дом управления? Может быть, в городскую администрацию? Потому что вам детей жалко, это понятно Нет, говорили только так Между собой поговорим, да и все Хорошо Вот теперь не между собой Теперь вы обратились в народную программу Надо было сделать это раньше И мы будем трубить во все трубы Возможно, что вам поможем Надеюсь на это Спасибо вам большое за звонок, Людмила Павловна Идем дальше Еще пара ваших сообщений, друзья Оставленных на автоответчике Его номер 312826 Кстати, так бывает частенько Когда я прослушиваю ваши сообщения на автоответчике Люди ждут, что автоответчик им ответит все-таки На их какой-то вопрос Автоответчик этого сделать не может Потому что он автоответчик Помните об этом, друзья И звоните по этому номеру обязательно Валентина Михайловна пожаловалась нам на то Что возле ее дома Проживает она по адресу Суворова 136-2 Сделали сплошной проезд Она говорит, что по 150 машин В течение дня проезжают там Как минимум А тротуар узкий Недалеко и до беды Поскольку пожилых людей Очень много в этом доме И молодые семьи с маленькими детьми И особенно накануне нового учебного года Это беспокоит нашу телезрительницу А вот Екатерина Васильевна Поделилась с нами своей радостью Ее адрес Проезд Сиреневы 24-2 Рядом стадион Который много лет Был позабыт Позаброшен Но недавно На его реконструкцию Выделили полтора миллиона рублей И работы уже начались Через пару недель Обещают все сделать И это очень радует Всех жителей микрорайона Да Сейчас Отвлечемся от темы программы И напомним Нашим телезрителям Вам, друзья Что в понеделек Мы показали сюжет О творческом человеке Народном умельце Геннадии Николаевича Малышеве Обещали показать Как пройдет испытание Модели корабля Построенного нашим героем Выполняем свое обещание Два автомобильных аккумулятора По 12 вольт 24 Прекрасно Значит Хватит энергии Где-то на час И куда поплывете? Поплыву Вначале от берега А потом К берегу План был такой В итоге Скажем Сразу все вышло так Да не совсем Но обо всем по порядку Озеро Соленое 26 августа Среда полдень Ну что, Геннадий Николаевич Последние штрихи? Да, последняя гайка Ничего Все нормально будет Если только не поднимут его Внутри судна Для центровки 250 килограммов песка Кораблик тяжелый Но для восьмерых мужчин Ноша подъемная Раз, два, взяли Опа Поплыли Пошел Пошел Пока еще не плывем Но и идем Пару минут спустя Счастливый испытатель И его магнит Готовы бы раздить Озерную гладь Первой помехой Запланированного похода По Соленому Стал неверный расчет Высоты сиденья Слишком высокое это Сиденье? Так, сиденье Что будем делать? Пришлось отказаться От башни над головой Но все дружно Согласились с тем Что так даже лучше Давай, счастливый плавание Прощай, любимый город Уходим завтра в море И ранней порой Мелькнет за кормой Знакомый лакон Море не море А ветерок на Соленом Бывает не слабый Поначалу кораблик Курсировал в считанных метрах От берега А затем все дальше и дальше Пропорционально расстоянию Судна от берега Росло и волнение присутствующих Спутница Геннадия Николаевича Вспомнила Что испытания его моделей Не всегда проходят гладко Он занимается этими вещами Уже лет 8-9 Первый самолет он маленький такой Сделал, как кукурузник Типа Поехал он испытывать Запустил он самолет Этот кукурузник Он летал высоко Голь, помнишь Летал, летал И спускается И прям ему в капот А машину только купили И он ему прям дырку сделал Вот этот маленький кукурузник Спустя еще несколько минут Всем стало не до смеха А друг кораблестроителя Николай Иванович Прямо заявил Но тут не потянет Лодка-то есть, если что? Нет Совещались друзья недолго Очевидным стал тот факт Что самому Геннадию Николаевичу К берегу не причанить Ветер сильный Волны чем ближе к берегу Тем они, ну, сантиметров 40, наверное, было Но я почему-то даже песни пел И я спокойно, значит, свою судьбу отдал ветру И он меня берет И в камыши Как дал только волнами туда Я пытаюсь выйти А там слышу голоса уже Гена-гена Они уже рады Кто плачет, кто что В планах что еще следующее? Планы У меня сейчас готово Это спецзаказ Значит, сам себе режиссер Подводная лодка Вот так вот Самолеты Корабли Теперь подводная лодка Испытания в конце сентября Как это будет, увидите в нашей программе Я надеюсь Кстати сказать 76-й год идет Геннадию Николаевичу И наш герой признается Что страшно воды боится К тому же, понимаешь И все время вот туда В воду И всю жизнь, видимо, себя преодолевает Этот человек, которого мы очень уважаем Дай Бог вам здоровья Геннадий Николаевич И есть у нас еще времечко Для ваших звонков Уважаемые телезрители Светлана Викторовна До нас дозвонилась Здравствуйте Здравствуйте Светлана Викторовна Рассказывайте Что у вас в поселке Коммунальном? Нашими депутатами Выпускается газета За левобережье Буквально на днях Была отремонтирована Улица Фурманова В поселке Коммунальном В этой газете Там так написано Было написано Да Я живу на улице Фурманова На поселке Но Но ничего Не отремонтировано Там Отремонтирована Только одна третья часть Внизу А мы живем Как раз на проблемном участке Все дороги На поселке У нас разбиты Вот, ты знаешь Единственная дорога Через нас идет Но там даже Близко Никого не было Меня просто поражает Вот это Вранье Спасибо Светлана Викторовна За звонок Понятно Что вы считаете Что это как Ну как минимум Неправильно Не вся правда Была сказана В газете Спасибо вам за звонок Я думаю Свяжемся с вами обязательно Кто у нас еще На связи Галина Львовна Галина Львовна Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Слушаем вас Слушаем Да вот я бы хотела Вот Как сказать Узнать Или спросить Вот здесь По Грязнову У нас расширяли дорогу Вы же знаете Наверное Все знают об этом На Грязнова Да Вот И стоял Пайнер Он немножечко Как положено Стоял Теперь его Перенесли К самому Балкону Окошку моему Допустим От моему И кто наверху Живет еще выше И стоит он На подиуме И при сильном ветре Его мотают Во все стороны Страшно Смотреть даже Кто заходит Ко мне на кухню Удивляется Или он упадет Когда нибудь Балкон Меня снесет Или что что-нибудь Вы боитесь Что он упадет И кого нибудь Травмирует Конечно Он не то что Травмирует Он балкон Вообще полностью Снесет Он же огромный Очень Когда впереди Рядом Состоит Вот И я звонила Вот с одного Звонка Оно другое Мне перекидывает Но никто Никаких Я бы хотела Знать Это вообще По технике Безопасности Положено Так 2 метра Буквально 2 метра Или 3 Может быть От силу От дома Положено это Или нет Я даже Это не могу Знать Хорошо Спасибо вам За звонок Я думаю Что есть Возможность У нас Как-то Разобраться С этой ситуацией И попробуем Это сделать В завершении Нашей программы Предупреждение Для вас Дорогие Телезрители Екатерина Сообщила нам Что в городе Появились Объявления В которых Предлагается Оплачивать Услуги ЖКХ С 50% Скидкой Вряд ли Стоит верить Людям Которые Это объявление Распространили Так что Будьте бдительны Помните О бесплатном сыре Да И где он обычно бывает На этом у нас все Друзья Мы благодарим всех Кто на нас дозвонился Принял участие В программе Поддержал Екатерину Спасибо вам За ваше внимание Позвонить Во времечко Можно И в выходные Дни По телефону 31, 28, 26 Я напоминаю Что это Автоответчик Уже сейчас Работает Всего вам доброго Приятных вам выходных Продолжение следует...